Норильский фестиваль 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 А вы, а мы другие Я это я, а вы, а мы не те Я в небесах, мы люди небольшие В землю глядим и не на высоте Я как скажу, так сразу будет дело Мы как один и сразу всей толпой Я не ищу спокойного удела Мы как один и сразу всей толпой Я все могу, мы тоже что-то можем Я все хочу, мы тоже все хотим Все как один, да-да, мы все поможем Смело вперед, мы лучше постоим Все я да я, а вы, мы все слыхали Я это мы, а вы, а мы не те Мы в небесах, мы же ясно вам сказали В землю глядим и не на высоте Эй, кто-нибудь, да-да, мы все на месте Смело вперед, забудем про вчера Вы в небесах, а мы внизу, но вместе Вы где-то там, а нам домой пара Потом настала пора, которая навела на грустные размышления И на свет появилась первая песня Очень грустная, я бы сказал, трагическая где-то А первыми уйдут толстые И не потому, что много едят А потому, что они толстые И их сразу съедят Вторыми уйдут рыжие А рыжие у нас страсть Не то, что в рвачи или выжиги Да просто не наша масть За ними уйдут гомики И педики заодно Их всех посадят на омике Закроют и пустят на дно С триумфом уйдут воины Исторгнув победы крик Как лучшие части у воины Их купит любой миссис А воинские начальники Уйдут по цене другой Их всех приравняют чайником И выгнутым носик дугой Без шума уйдут Идейные Вернее их всех уйдут Поскольку они идейные То шуму не создадут А с шума уйдут глупые По-пьяному Без оков Им выделят полк с трубами И много грузоеков И разные-разные лица Исчезнут с портрета страны За ними исчезнут птицы Поскольку не станут нужны Умчит ветерок осенний Пройдясь колесом по струне И тихо сощурится гений Со снимок на белой стене А нам еще верить версты И жить нам и весело петь Но все-таки жаль Толстых Которых Не уцелеть Это очень грустная песня Знаете, как себя жалко сразу становится Потом наступили счастливые времена Поскольку все мы приникли к экранам телевизоров Поскольку Латинская Америка Косяком пошла просто на нас До сих пор не отникаем от них Потому что Латинская Америка не собирается Создавать завоеванных позиций И все новые и новые сериалы Обрушиваются на наши бедные головы Я считаю, что вообще Всякий человек, который уважает себя И считает себя человеком интеллигентным Он просто обязан Обязан в жизни Просмотреть от начала до конца Хоть один латиноамериканский сериал Вы знаете, я попробовал это сделать И на многие вещи уже по-другому смотришь Там, где надо плакать, смеешься И просто как-то не замечаешь Каких-то таких мелких бытовых неудобств Там кирпич на голове Это все уже ерунда После того, как посмотришь Какие страсти вообще бушуют на голубых экранах Я все собираюсь написать трактат О медицине в Латинской Америке Потому что уж сколько я сериалов-то этих знаю Ну, за десяток, наверное, точно Как попал в больницу Считай, труп все Они очень хитро От второстепенных героев И злодеев освобождаются Меня убило, когда в прошлом году Я приехал в славный город Барнаул И барнаульцы мне с гордостью сказали А ты знаешь, у нас вот идет Специально для нас Только по нашему барнаульскому телевидению Сериал там, какой-то там Хуан там, Дюнь-Дюнь, Мария Тинь-Динь Какая-то там Я посмотрел там Те же самые черные люди Жвучие бегают Но потрясения уже такого не было Как после первого сериала С этой Вероника и Кастры, да? Вот, но с тех пор осталась песня Которую я так При случае пою И, как мне кажется Выполняю большую вообще миссию Потому что я возвращаю Тех, кто слушает В те славные времена Когда еще все это было в новинках Когда мы все переживали Полной грудью Тому, что творится на экране И вкушали эту сладкую лапшу на уши Просто в полном объеме Опять же, продовольственная программа Тогда выполнилась Порезус лапши на уши Сред прочих иностранцев Есть где-то мексиканцы Живут они нехило И кушают маис Но среди них нетленно Есть бабушка Елена И муж ее Альберто И сын ее Луис Все было бы нормально Но выйдя раз из спальни Супруги порешили Сиротку приютить И все тут зарыдали И куш перестали И как-то очень нервно Сироткой стали жить И все бы там сложилось Но вот такая милость Всю эту мелодраму Пригнали к нам в совок Конечно, рисковали Ведь мы уже рыдали Над бедною рабыней Чей хакер был жестом Вначале было туго Но как-то раз подруга Узнала, что любимый Другою овладел И наш народ взорвался И весь перерыдался И все забросив нафиг С экраном прикипел Кубанские казаки Оправившись от плаки Решили, что Фернанду Порубят токи так А повар калистрата Всем черного лосатых Похожим на диету В борще давал мышьяк Ребята из ОМОНа Залипли на Рамону Кто глядит на Рамону Тот сразу руки вверх Скачихи Оренбурга Реагировали бурно И метя в телевизор Плевали на эстер Друг друга лупим смертно Зато Луис Альберто Действительно напился И стать не смог отцом Звереем в драке пьяный Зато у Марианны Есть куча их, их песа И есть в деревне дом Плевать, что нету хлеба Что отвернулось небо Нам лишь бы с кем попало Поплакать заодно Великая, родная Страна моя Дурная Где счастье в каждом доме Пока идет кино Где счастье в каждом доме Пока идет кино Ну, знаете, в последнее время Уже несколько лет Я начинаю свое выступление С песен Цикл не цикл Ну, как-то он так Потихонечку разрастается О нашем сегодняшнем дне О нашем сегодняшнем человеке То есть я его называю так Мой лирический герой Мы с ним встречаемся крайне редко Часто спорим Потому что антагонизм полнейший Ему нравится то, что не нравится мне И наоборот Он у меня такой Держит, сдвинутый человек такой Потому что быть нормальным человеком В той жизни, в которой мы живем Я считаю, практически невозможно Потому что бьют и снизу, сверху Слева, справа И семья, и дети, и правительство И атмосферное, опять же, явление Озверели в последнее время Поэтому он такой Он очень активный такой человек Ему все интересно, все нравится Политикой увлекается Чем не знает, но увлекается Вот такой Такой Не дрожи ты, как в лютую стужу И не мни перед смертью штаны Ты, как только ступил через лужу Так нарушил границы страны Нет, на карте ее и не будет Да и карта уже не нужна Мы простые, спокойные люди И у каждого в хате страна И у каждого в хате держава И запасы лежала еды И не надо ни денег, ни славы Лишь хватило бы только воды Бывало, братцы, хуже По правде говоря И стонули, братцы, в лужи И шли через моря Сдавали, братцы, и неровы И брали города Закурил я сушеную таку А че ты нос-то скривил, е-мое Ты же первый завяжешься в драку За какое-то там мумиё Я свое просушу и просею И столкну, и готов самосадку Ну, конечно, не Винстон, не селим Но бесплатный зато аромат После третьей глубокой затяжки Заглотавши на олби талон Я цепляю гранаты к подтяжкам С пулеметом иду на балкон А внизу ты торопишься, бедный Нарушаешь границы страны Эх, народ спошел нынче вредный, Все же измял перед смертью штаны. Бывало, братцы, их уже, По правде говоря, Тонули, братцы, в луже И шли через моря. Сдавали, братцы, неровы И бороли города, Ай, трефибу вечеравы Легли, да никуда. Ай, трефибу вечеравы Легли, да никуда. Уап! Ну, вообще-то, вы знаете, я где-то даже побаиваю своего лирического героя, потому что иногда его безумие просто принимает форму какого-то такого провидения. Вот, например, он как-то принес мне песню после посещения одного из митингов, а сейчас предвыборная кампания опять разворачивается вовсю. Вот. Он там стоял на митинге, потолок все, и принес песню, в которой я потом уже с удивлением, когда начались все эти дела в Чечне, врух обнаружил такую строчку, и сам наткнулся на киндзял. Я его попытался спросить, мол, ты что имел в виду тогда еще, провидец хренов. Но его не было, он на какой-то очередной митинг убежал, и просто песня осталась. Так он стоял только в первом ряду, ему же только в гуще толпы быть, он видел только ботинки выступающих, вот, видны музыкой на вене. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны, смотрю я, кто во что обучи речь, слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят огненародные трибуны, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, зайдет она, звезда пленительного счастья, другой кричит, от той звезды пересчитать бы все концы. Один кричит, за всем чертям все эти органы и власти, другой кричит, все эти органы и власти, молодцы. А у меня с собой бутылочка с дубровочкой, с карманами дырявом, и я тихонечко с дубровочкой и с горлышкой топчу. Я не хочу ни в центре быть, не быть ни левым и ни правым, я просто-просто жить хочу, а что бы нет, так не хочу. У телевизора сижу, я, блин, у самого экрана, смотрю я, кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, две пули в лов на полушарь, я не задела. Другой кричит, шары залил и сам наткнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наши общие задела. Другой кричит, шелестный дух, боец, кремень, кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка, перцовочка, стаканик не разбитого. И я тихонечко, перцовочка, я насморком лечусь. Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым. Я просто-просто жить хочу, а что бы нет, так не хочу. А я на кухню захожу, сажу все самые, блин, кастрюли. Ломаю крупно черный хлеб и солью крупно ее салю. А за окном бушу и жизнь и тихо гадят птицы гули. А я половником ем суп и вас отчаянно люблю. За то, что вы такая всякая, ну вся такая. За то, что были вы всегда, а может и есть, а может нет. Гляди-ка, митинг за углом. Все-все-все-все, я исчезаю, но выключаю за собой я телевизор, газ и свет. Не знаю, как, кто, а я очень жду очередных выборов, потому что вот прошлые выборы подарили мне вот несколько песен, и я с таким большим душевным трепетом к ним отношусь. Я однажды, когда видел предвыборный митинг господина Жириновского, 15 минут постоял, потом какое-то подсознание меня увело. Но через 15 минут, я вам клянусь, я был готов идти там, утюжить Эстонию, пиндюрить Молдавию, грохать Латвию и мочить сапоги в Индийском океане. То есть, завораживающее действие, знаете, он брыжет слюнёй метра на три, поэтому все, значит, стоят так поотдаль, вжавшись друг в друга, но вот какое-то такое гипнотическое воздействие оказывает. Через 15 минут я помотал головой, встряхнул чары и побрёл дальше, значит. Ну вот, жду вот, просто когда он начнёт предвыборно кричать по Москве. Самое-то, знаете, интересное, что водка-то хорошая, Жириновский. Доводилось пробовать? Водка хорошая, стоит в два раза дороже. И подлец обещал по дешёвке продавать. Не выполнил предвыборное обещание, а! Ну вот после этого 15 минутного, значит, мотания головой появилась такая песня. когда ещё огласили результаты исконных выборов. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темна-то и усталость. А у нас всё путём, только где он тот путь. Под тяжкий вздох, хлопнусь так, сам себе, как в душу залез. Там тёмный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. И в душу залез, там тёмный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А у нас днём с огнём, а в патём, как без свечки. Согреваемся в стужу, согреваемся в стужу, а сохнем в воде. И вокруг мельки, и в дупле. 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 Тепло. И в душу залез, там тёмный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся, и без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают босы, кудри по метру бьются, и осталось в войне победить, как всегда. Под тяжких вздох голов по густам, сам себе Бог, сам себе Панк. В душу залез, там тёмный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. И в дупле тепло. И в душу залез, там тёмный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Вот, ну уж и не знаю, по поводу или без повода. Ну, как-то с Вадимом и Валерами Щеками мы решили так отдать должное теории Дарвина, пока ещё её не отменили у нас в школах. Пока все мы ещё происходим от обезьяны. И по нашему глубокому убеждению, процесс эволюции далеко не закончен. То есть, людьми мы ещё не стали, проходим стадию народа. Поэтому у всех есть хвосты. Знаете, вот как экстрасенсы видят, экстрасенсы видят третий глаз во лбу у человека, мы видим хвосты. Какого-то красивые такие, пушистые, большие. Это маленькие, гаденькие такие хвостики. Ну, и в зависимости от этого кто-то притыкает успешно свой хвост и гордится им. А кто-то прячет его и, ну, переживает очень. Им написали несколько песен по этому поводу. И мой вклад вот в разработку теории Дарвина составил такая своеобразная обезьянская, цыганская. ПЕСНЯ 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 Было время, мы бананы Прямо света кушали, Жили-были в теплых странах, Папу сама мы слушали, А нас растили, скалы бегли. Сильными да мелкими, Но удалили метели, И примерзли к леткам мы. Ох, не дразни нас, не дразни, Да не корч и рожи ты, Ох, придут другие дни, Да не те, что прожи ты, А звереют детки-то От судьбы, от муторной А замок на клетке-то Со стороны окон утренней Кто рассказывает сказки Без счастливого конца А кому-то жарко в маске Кто-то мерзнет без лица А вы хоть душу не знайте Головы бубеные А вы кругом-то гляньте, гляньте А все вокруг крапленые Ох, не дразни нас, не дразни Да не торчи рожи ты Ох, придут другие дни Да не те, что прожи ты А звереют детки-то От судьбы, от муторной А замок на клетке-то Со стороны окон утренней Ла-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Можно говорить обо всём этом и по-другому. Ой, бегут-бегут лошадки, Круг за кругом никуда. У лошадок хлеб не слава пить, Нынче с сахаром беда. У лошадок хлеб не слава пить, Нынче с сахаром беда. Да разве ж только в этом дело, Нынче в душах нелады. Серым камнем затвердело Ощущение беды. Серым камнем затвердело Ощущение беды. Может выйти напрямую, Разогнавшись на кругу, И пуститься в плясовую С рысаками на бегу, Чтоб остались за плечами Расписные миражи, Чтобы треснул серый камень От движения души. И ведь пока бегут лошадки, С теплым воздухом душа. Все как будто в порядке, И жива еще в душе. Все как будто в порядке, И жива еще в душе. Так, первая записка тоже очень ответственна. Пожалуйста, заплыв и колоколинку. Так, сейчас будем выстраивать рейтинг песен. Референдум проводим. Спойте, пожалуйста. Спойте, пожалуйста. И дальше длинный такой перечень из десяти песен. Частушки, огромное небо. Огромное небо. Огромное небо, огромное небо. Одно на двоих. Слова под забор. Колоколинка. Опучи. Дрессировщик Лев. Трех колес. Свадьбу два. А свадьбу три? Ну, что-то есть. Репортаж хоккея. ГДР. СССР. Хорошо. Чехословакия стала ГДР. Ничего. Исповедь Наполеона в магазине. Знаете, вот так называют песню, что потом... Так и начинаешь объявлять уже. Исповедь Наполеона в магазине. Никогда не думал, что это исповедь. Ну, ладно. Однажды мне пришла записка. Спойте, пожалуйста, песню про льва с дрессировщиком во рту. Это было очень хорошо. Ах, мадам, как снег. Да, это из гусах. Ну, это третье отделение нашего концерта, которое пройдет в одном отделении. Так. Так. Вы бы не могли спеть песню про зеленые демокрасные облака. Так. Ааа. Здесь что-то звучит. Если у вас проекты песенные с мещуками. Знаете, да, у нас остается такое дружеское сотрудничество. И какие-то есть новые песни, кажется, не так много, как хотелось бы. Но вот мы записали лазерный диск, не троих уже, сообразили не троих, который сейчас будет вот дорабатываться и как-нибудь выйдет в свет. Когда-то в веселых ребятах вы пели песню «Не стойте люди под стрелой». Да? Да? СМЕХ Нет, это, наверное, Гриша Гладков, да? Там, где идет строительство или подвешенный груз. Если вы ее помните, пожалуйста, исполните. Помнил бы, исполнил бы. СМЕХ Застраховаться на поле, там под стрелой ничего не было. Веселые ребята, кстати, сняли продолжение. Но это не продолжение, это уже отдельная такая новая программа со старыми лицами. И называться она будет, раньше называлась «Веселые ребята», сейчас будут называться «Серьезные мужчины». Вот, очень плотная была работа, сейчас идет монтаж, не менее плотный. Продолжаете ли вы совместное творчество с братьями и щуками? Заложаю. Кстати, братья-мищуки сейчас находятся на американской земле. Просто учат американцев, как надо жить и слушать наши песни. Где-то в начале мая они уехали, вот 15 июня должны возвратиться. Последний концерт у них будет в ООН. Я думаю, там сразу все прекратится, все эти конфликты. ООН послушает мужиков, все будет нормально. Судьба распорядилась так, что я какое-то время в своей жизни, в последнее время, проводил в иностранных путешествиях, которые сейчас модно называть круизами. И судьба распорядилась так, что наблюдая за собой в первую очередь и во вторую очередь за людьми, которые плывут со мной, плыли на кусочки нашей территории, обшитой железом, как они ведут себя там. Ну, сейчас уже все нормально, сейчас уже иностранцы уже робеют, когда мы приходим к ним на берег. У меня потрясло несколько картинок в Японии. Мы пришли в город с удивительно поэтическим названием Фусики. В Японии есть такой город Токио, а потом Фусики. Вот такой двухэтажный деревянный город с деревянными дощатыми тротуарами. И, значит, там японцы сразу же бульдозером старые свои машины подгребли, так, к краю причала. Наши только, значит, причаливают, они так сваливают эти машины и долго машут след. Так, попутный ветер, чтобы плывить и плывить. И там идешь по улице этой Фусики, меня потрясло, когда я зашел в какой-то переулок, там огромный щит стоял такой фанерный, размером его весь переулок. На масляной краске по-русски было написано, но видно, что японской рукой так. Сюда нельзя! Представляете, в Японии на магазине висит табличка, по-русски написано. Без приглашения не входить. А всем, значит, туристам, сходящим с борта теплохода, раздавали такие отпечатанные листочки. Японцы тоже набирали на компьютере, поэтому там с грамотностью все нормально. И там пункт восьмой, по-моему, там, как надо себя вести в Японии. Пункт восьмой гласит следующее. Совершив покупку в магазине, не забудьте оплатить ее. У них есть такая давняя-древняя традиция, около магазина стоит так, что типа наши урны, и там зонтики. Вот вышел из магазина, дождь взял этот зонтик, прошел до дома там, принес, положил назад. Наши гордые, нагруженные зонтиками, возвращались на теплоход под вечер. Там потертые ручки, говорят, по дешевке взяли, нормально, работает там все. Вот, ну и две круизные песни я хотел бы вспомнить. Первая была написана после того, как я побывал в Китае, там, с бригадой артистов, которые составляли малую часть населения корабля, а большую часть составляли практически идиоты, практически полные дебилы. Но это на первый взгляд, потому что люди ехали в Китай, одетые в шинели наши, адидасовские костюмы, малбора и шинель, пуговицы и погоны старшего лейтенанта. Боец поехал в Китай. Потому что китайцы очень любят сукно наше, и можно было сделать выгодный ченч на базаре, там, куповик синтепоновый или кожаную куртку. За рукава берешь, так получается две кожаные куртки, но однорукавные. И вторая половина ехала в драповых пальто, такой толщины драп, шили еще тогда, до войны. Ну и стоят так. Человек выходит из пальто, а оно стоит. Пуле не пробиваем пальто Ильича, так вот. Каплан там просто бы отдыхал и ничего делать. Никакой браунинг не пробил бы. И штук по 10-15 фетровых шляпок, нанизанных одна в одну, держали люди. Зрелище. Представьте себе, потому что китаец странный человек, он женится только в драповом пальто, оказывается, и в фетровой шляпе. Жених. За такую любая пойдет. И тоже, значит, этот товар пользуется спросом. Я видел, как человек выходил по трапу наш, шел так растопырив руки-ноги, потому что у него подзорная труба была в рукаве, подзорная труба в рукаве, бинокль здесь под курткой, бинокль там под курткой, электромотор в штанах, он промыхает шел по трапу. Там я впервые понял, что бизнес, бизнес, явление наднациональное. Потому что 150 наших, значит, было, челноков, и 150, примерно 200 идиотов, таких же, только китайских, ждали на причале. Молча стояли, один так стоял, другой так стоял, третий так стоял. Там нужна была подзорная труба, бинокль, часы. И наши, значит, японцы, китайцы в ожидании, значит, товара, они так пристали на цыпочки, у них глаза округлились, а наши так прищурились и пригнулись там с трапа-то. Все стали на одно лицо совершенно. То есть образовалась новая-новая нация, челноки-бизнесмены. Было очень страшно наблюдать, как эти две толпы молчаливо так сближались, так... Все, и все стали на одно лицо вообще, потому что там язык дружбы понятен всем. Но все это происходило в китайском городе Дайлянь. Рынок там называют «желтый дом». Причем без обиды так, не имея в виду того содержания, которое знаем только мы. Там действительно такой стадион желтого цвета, крытый. И там, значит, горы товара наши с вилами наперевес. И те, значит, с тоннами товара. И вот они там братались. Ну и вот я тогда написал такую песню. Это песня-репортаж. То есть, что увидел, то и написал. Такое руководство к действию. Кто соберется в Китай, знает, что вести и все нормально. Это было как раз в то время, когда Михаил Сергеевич произнес свою знаменитую фразу. «Мы знаем, кто есть хум». То есть, лингвистические умы до сих пор бьются над разгадкой над смыслом этой фразы. В темном море пароходском на море битый лед. За кормой остались Владика огни. И как в море тает след, тают дым от сигарет. И надолго растянулись эти книги. Ах, папа, папа, давай пальто из драпа. Давай шинель, в который девушка скакал. Ах, папа, папа, давай из фетра шляпу. Китайцам еду заработать капитал. Ах, папа, папа, тоскую возле трапа. Ведь у меня две дамы и одна семья. Ах, папа, папа, сосу большую лапу. Китайцам много на базаре, ничего. По приплытии в Дайляне я купил большой юань. И трустою в желтый дом я поскакал. Но, вступивши на порог, как сразу же не мог. Показалось, будто в кащенку попал. А китайцы молодцы, все как братья-блинницы. Налетели с топом сразу в тот же миг. Я кричу ядренно, вошь, нас не купишь ни за грош. Лишь за кожу, а еще за пуховик. Тут один снимает тренч, предлагает делать ченч. Говорит, товарищ, а ты холосов. Я в ответ как гражданин вынимаю из штани. Кое-что, а также кое-что еще. Восемь сталинских пальто и свиньи морской манто. Сорок пачек папиро, фланга рук для волос. И подзорную трубу, и подзорную трубу, и подзорную трубу. И еще одну трубу. С боем матерним часы, безразмерные трусы. Сорок пачек табака, литр спирта для рыбка. Девушкины валенки, да не подшиты стареньки. Фотографию жены, карту родины страны. В полуспальную кровать. Говорит, чтоб зубик ковырять. Ах, папа, папа, давай из фетра шляпу. Китайцам еду заработать капитал. Ах, папа, папа, соскую возле трапа. Ведь у меня две дамы и одна семья. Ах, папа, папа, сосу большую лапу. Китайцам много, но это без меня. И вторая история, которая меня потрясла до глубины души, произошла в испанском городе Барселоне. Когда артист Московского театра Плюс, которым руководитель Иоанн Измайлов, такой Николай Лукинский, сам из Смоленска, что немаловажно для нашего представления, вдруг обратился ко мне со странной просьбой. Подошел, глядя в него, сказал, «Слушай, ты не первый раз уже здесь. Своди меня в секс-шоп». Мы пошли. Но я вот недавно его видел. Я говорю, «Коль, в Смоленске секс-шоп открыли?» Он говорит, «Нет». Так что в Смоленске люди страдают. У вас есть секс-шоп? Уже, да, нормально существует. Давно уже, да? То есть знаете, что там продает, да? Интересные изделия. Ну, Колю это, да, поразило. Но особенно поразил его стеллаж с видеокассетами. Я не буду пересказывать содержание, нет. Там их не показывают. Его поразили обложки. Там фотографии были героев этих интересных ужастиков. И нижний ряд, когда он так глазом добрался до нижнего ряда, там были изображены, как сейчас говорят эти, мужчину-женщины одновременно. Ну, Смоленск тоже он таких не видел никогда. Не волен тебе по улице так ходит. Ну, там сложно было с ним. А он боксер еще в прошлом. Я еле увел того. Он не верил, что так может быть на самом деле. Ну, и появилась такая тоже песня-репортаж. Сегодня внутренний и внешний хорошо. Сегодня все пьяны и даже без вина. Сегодня Коль собирается в секс-шоп. Сегодня радость на лице у другана. Глядит на стрелки часовые, ну же, ну же. Наводит стрелки на вельветовых штанах. И даже в этом гражданин, а также муж. И все такие же у Кольки в друганах. И мы идем гуляем молча не спеша. Напряжены, но виду мы не подаем. А птички в клетке где-то там стучит душа. А ну не сдюжим и державу подведем. А вот и шоп, точнее, трудно рассчитать. Заходим в цепью, как в горах, когда пуржит. Рука в кармане обхватила рукоять. Чего-чего, ну, в общем, то, что там лежит. А он стоит, примерно будет нам по грудь. Отполированный, ну что ты, как живой. И Колька шепчет, еле слышно, не забудь. А сам с лица сменился парень, сам не свой. Я гадом буду, не забуду, слышь, колян. Мы подтянулись и вошли, как на парад. И Колька шел, как представитель всех смолян. А там заразы хоть и лежа отстоят. И вот такие, и такие еще. Вот длинностольный, будто палк проглотил. А вот и лысый, ну, не дать не взять хрущев. А вот чернявый, будто кто его коптил. А вот устройство для желания извне. А вот и хайка, чтоб законтрить изнутри. И только слышен Колькин шепот. Братцы, нет, ну так же в жизни не бывает, посмотри. Мы посмотрели, обалдели, вот те хрен. Стоим и думаем, что-то здесь не то. Сидит девчоночка, грудями до колен. Ну, правда, девка не живая на фото. А рядом негра, будто девушка с веслом. Но там весло, а здесь, как есть, на трех ногах. А рядом тетка, так ребят разнесло, Что можно целый взлот упрятать в сапогах. Колян присел, видать, ногами ослабел. И вдруг кричит, и мы к нему ныряем вниз. А там написано, красотка, а набел. Ну, мы как глянули, вообще оторвались. Вот так вот смотришь, дача у них, а все при ней. Шестой размер, помада, кудри, алчный рот. А так вот гляну, ой, ребят, ей же ей. Крупнокалиберный немецкий пулемет. Колян кричит, ядренно, вошь, это монтаж. Ща дергану разок, и будет все путем. Тут продавцы на нас пошли на абордаж. А мы спина в спине в мачте с ним вдвоем. Они не знали, что товарищ наш боксер. Они раскрылись, будто трюмы корабля. Он бил за родину, за братьев и сестер. Бил за березки и родные тополя. Бил от души, в которой сохнет маеда. Бил за великую из всех великих стран. Он на ночь высосал бутылку без винта. Скрипел зубами и кричал, но пасаран. Что за жизнь у нас, ребята? То ли кукла виновата, то ли глупые лисята. Море синее зажгли и остались, как и прежде. Вместо праздничной одежды, не сгоревшие надежды. Бил за всех. Гори, гори, гори ясло, дым начала облаков. А на закате солнец красен на восходе далеко. Вот потушат сине море, Своют волны на просторе, Ни одной волне не вторя, Будет петь одна волна, Будет кукла капитана, Буду я матросом пьяным, Океаны, как стопаны, Будут выпиты до дна Все на самом деле просто, Мчит кораблик солнцу вселет, А ветер дунет, будет остров, А не дунет, так и нет. Приплыву на берег дальний, И кораблик отпущу, И махнув врагой прощально, Я на землю наступлю, Пусть плывет себе обратно, Возвращается туда, Где со спичками лесята, И горящая вода. Гори-гори, гори ясно, Дым начало облако, А на закате солнце красный, На восходе далеко, А все на самом деле просто, Мчит кораблик солнцу вселет, А ветер дунет, будет остров, А не дунет, так и нет. А вы знаете, это дождь, Это гроза, Это я вам дождик привез. Ну, продолжим под настроение. Догорают сигареты, Пальцы жжут, Много в пепельнице Битых тараканов, В ванной комнате Давно вода течет, Дай-то Бог, чтоб хоть текла Она из крана, А вот и нет, видать, Что верхний мой сосед Утопился, если брать Размер потеха. Так и капает, Уж сорок с лишним лет, То ли с запада, А может и с востока. Серебристой малой рыбкой Юность буйная прошла, Лишь торчат в трясине зыбкой Два потерянных крыла, И тик-так, тик-так, титаник, Лег на дно спокойно жить. Дама пиек все манит, манит, Хочет переворожить. Дама пиек все манит, манит, Как заманит, так обманет. Тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Обвалилась штукатурка, вот тяна, По стене размытой трещины змеяться. Это ж только с виду, вроде бы, стена, Это ж только с виду хочется смеяться Догорает сигарета, пальцы жжет В голове от тараканов тесновато Тихо капают года, и жизнь течет А вода, она ни в чем не виновата Серебристой малой рыбкой юность буйная прошла Лишь торчат три синие зыб и два потерянных крыла И тик-так, тик-так, будильник не захочет разбудить Где стружок мой забутыльник, чтоб напиться и забыть Чтоб напиться, биться, биться, может, что-то и приснится Тарарарарай Догорали сигареты, пальцы жжет В голове петель, битых тараканов Недавно был в Казани, там как раз собиралась старая команда 25 лет снежному десанту из Тилфака Казанского университета было Того самого снежного десанта, в котором я провел шесть походов Прошел и откуда появились песни Вот колоколинка в том числе тоже была написана По итогам одного из походов И вот там, знаете, бывает так Вот начинаешь писать песню Доходишь до какого-то определенного момента И какой-то затык Я никогда не форсирую, я сразу откладываю Не знаю, там в долгий ящик, куда-то там В подкорку И когда наступает какой-то момент Какое-то событие Или, не знаю, там Какая-то душевная подвижка Вдруг это всплывает И встает на свое место И песня получается Я не знаю, вот Я ее начинаю чувствовать Вот именно там Буквально, не знаю сколько Две недели назад Почувствовал песню, которая Была написана, в принципе, несколько лет назад И никогда ее не пел А сейчас вдруг запел Старый дом, где вместо кресел Подоконники Приютил у телевизора окна Полночь за полночь, а я сижу спокойненько Наблюдаю, как меняется луна Только что была серпом, уже без молота А теперь, как неразмененный пятак Только что все были счастливы и молоды А теперь уже, теперь уже не так Отсюда увозили нас Сюда нас возвращали Отсюда мы уехали И приехали сюда А ехали с орехами Скатали с калачами Бултых и в ямку панули И годы, и года Бултых и в ямку панули И годы, и года За окном мелькают кадры Старые хроники Наши лица проплывают стороной Все мы вместе Все орлята, все соколики И вихры нам преминает дождь грибной Каждый вечен, каждый лучен, каждый стоящий Зубы мелкие, но острые уже Далеко еще, ах, как же далеко еще Подоконник на четвертом этаже Отсюда увозили нас Сюда нас возвращали Отсюда мы уехали И приехали сюда А ехали с орехами Скатали с калачами Бултых и в ямку панули И годы, и года Бултых и в ямку панули И годы, и года На стене другой рукой Та же формула Именно другие равенства одно Что-то помнится из фильма Бело-черного Что-то доброе, но прямо под кино Словно годы пролетели, будто не были Или где-то выше просто этажом Жаль, что сказка как была Осталось не были Да и где она, дорожка в этот дом Отсюда увозили нас Сюда нас возвращали Отсюда мы уехали И приехали сюда А ехали с орехами Скатали с калачами Бултых и в ямку панули И годы, и года Бултых и в ямку панули И годы, и года Ночь-полночь, а в окнах звезды сигаретные С околятом и орлятом не до сна Лезут в голову вопросы безответные Расстравила душу чертова луна Загудела голова, пустая звонница За окошком дождь не старой мороси То ли где-то тихо капает бессонница То ли бьют незаведенные часы Отсюда увозили нас Сюда нас возвращали Отсюда мы уехали И приехали сюда А ехали с орехами Скатали с калачами Бултых и в ямку панули И годы, и года Бултых и в ямку панули И годы, и года Ну и прежде чем пойти взять очередную порцию эпистолярного жанра Песня, которая вот на сегодняшний день является последней написана Тоже где-то вот-вот-вот появилась она Тоже своя такая маленькая предыстория Несколько лет назад из Миаса ехал автобусом Дорога Что-то такие какие-то образы возникли И так и остались А вот в последнее время вдруг пришли Постучались и встали на свое место По дороге быстро отеченой На лошадке типа лаз Мимо станции конечной Удаляюсь я от вас Полугрешный полусвятый Чистокрованно сам не свой Ох, ребятушки, ребята Долго еду я домой А где тот дом Что в доме том Горит очак Трищик свечак А у огня Сидит родня Сидит родня И ждет меня Та-лай-лай-лай Та-ла-ла-лай Та-ла-ла-лай Ла-ла-ла-лай А у огня Сидит родня Сидит родня И ждет меня Незнакомая дорога От восхода на закат Говорят уже немного О чего не говорят Позабыв свои обиды Прежний суталок и дня Приглашают годы Гиды На экскурсию В меня Где тот я Где песня моя Она о том Что где-то дом Та-лай-лай 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 Сидит родня Сидит родня Сидит родня И ждет меня Дважды 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 два, всегда четыре, Хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, Значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога И не виден поворот, Продолжается дорога От заката на восход. И будет дождь, и будет снег, И будет день, и будет век. Но знаю я, что у огня Сидит родня и ждет меня. Но знаю я, что у огня Сидит родня и ждет меня. Не знаю, честно говоря, никогда не задавался целью определять провинцию это или столицу это. Всегда, в первую очередь, интересовали, интересуют люди, которые приходят навстречу с тобой. А где они живут, совершенно неважно. Причем люди могут, не знаю, там, острее чувствовать, живя в глухой провинции, И совершенно не обращать внимания на какие-то, там, душевные подвижки, И считать себя столичными жителями. Это естественно так. В то же время и в столице и в провинции полно дураков, И в столице и в провинции полно умных и действительно интересных людей. Так что, ну, вот такой зал, какой сегодня был, я, например, давно не видел. Потому что в той же самой столице. Ну, что сказать, что это провинциальная восторженность? Нет, в зале сидели умные, интересные люди. Я это чувствовал, я это знал. И я для них пел, не знаю, с открытой душой и на полной катушке. Классно. Если бы на страшном суде вам предложили спеть, что вы споете? Ну, вы знаете, исходя из личного опыта, не то, что на страшном, но просто на суде-то. Ту-ту-ту. Пока еще не довелось побывать. Поэтому не знаю, что бы я спел-то. А по-моему, там же не до песен будет, на страшном суде-то. Последнее слово не всем дают, я так думаю. Расскажите немного о себе. Что поделываете? Ваши планы. Из дерева лобзиком пилю. Поделки разные. Хорошо. Сюда надо. Ну, о себе, я думаю, рассказывать. Ну, что вы, как это? Однажды меня тоже попросили рассказать о себе, написать о себе. Я написал, типа, там родился. Там, откуда уехал, туда, где прожил довольно большой период жизни и впоследствии переехал в город, который до сих пор не стал моим, где до сих пор и грамотно влачу существование свободного художника. По-моему, вот все. Более добавить нечего уже. Вот. Ну, действительно, я уже вот шесть лет грамотно влачу, как сказал в свое время Андрей Кнышев, создатель всего Хребетограмма, влачу существование свободного художника. Ну, какое-то сотрудничество с телевидением, сотрудничество с радио, есть какие-то проекты. Вот. Ну, в основном занимаюсь тем, что вот пою песни до страшного суда. И планы, естественно, такие же. Вот. Поеду на Грушинский фестиваль. Скоро там посмотрю, как, чего. И какие-то уже вот моменты будут там на осень, зиму тоже. Что-нибудь из своих песен, которые вы пели в детстве. Хорошо. В детстве, я помню, пел на вступительных экзаменах в детскую музыкальную школу. Мне было шесть лет. И дети пели там лихички, там зайчики, елочка. А я спел. Путь далеку нас с тобою. Меня сразу приняли. К несчастью. Так, на горе, на горочках. Принято. Если можно, спойте песню «Песчинки, дни ушедшие». Спасибо, что вспомнили эту песню, но я-то ее не вспомню. Нет, знаете, действительно, песни, я говорю, у них, они как люди, они рождаются, живут какое-то время. А потом благополучно либо остаются в памяти автора, что редко бывает, либо в памяти его друзей и близких. Чтобы его не обидеть. Просто билеты искали. Жаль с оторванным входным этим. А то бы я куда-нибудь сходил. Спойте песню про секс-шоп. Набиться, кстати? Предугадал желание. Вот, Барт всегда немного пророк. Будьте здоровы. Барт всегда немного пророк. Скажите, как вы думаете, мы, Россия, устоим в этом бедламе? Ну, что сказать, вопрос-то серьезный. Знаете, из разряда неберующихся. Сравнительно недавно мы набрали интервью, и корреспондент, как-то он так задумался, так прищурил глаз. Я затрясся внутренне, я понял, что это недоброе. Он говорит, Леонид, скажите, что по-вашему счастье? И так раз. Тут я затрясся уже и внешне, знаете. Ну, что сказать, как вы думаете, устоим или не устоим? А что еще делать, кроме как, не устаивать так? Больше делать нечего. Я сказал, да вы знаете, все, кранты. Через неделю вообще все. Ну, разбежали, побежали там в крупу покупать, муку. И в леса. Собираетесь на Грушинской? Да, собираюсь. Ну, пожалуйста, очень просим. Заплыв. Вот, заплыв, вышел на первое место. Вместе с колокольникой. Расскажите об истории создания песни, снимается кино. Обидели? Это не песня, это опера. Если можно, исполните ее, пожалуйста. Ну, не знаю, как насчет исполнения, потому что еще три свадьбы вас ждут. Вы просто устанете от классического репертуара. Большая просьба, спойте заплыв. А, и внизу так, мы ваши почитатели. А если было написано, типа там, ненавижу, но спой заплыв. Ну, а и снимается кино, было написано к одной из передач «Веселые ребята». И, пожалуй, эта опера была такой вехой своеобразной, потому что, когда идет одна передача, я там какую-то песню написал, спел. Следующая, вторая. Надо что-то новое уже там. Ну, придумал какой-то там диалог. Третья. Опять надо как-то, не знаю, выделяться, что-то там шляпы надо было получать. И вот я стал, значит, писать вот эти оперы и снимать с кино. В принципе, это была такая первая опера, которая потом пошла. Сейчас где-то вот, сейчас уже семь опер со свадьбой три. Вот. Ну, тогда сейчас во всем объеме я сейчас вывалю просто на вас эти три свадьбы. Но если первую я уже так, просто могу, не знаю, в три часа ночи разбуди меня, я ее спою. Вторую, так где-то в полперого надо разбудить, чтобы я ее спел. То третью лучше не будить вообще. Она еще в виде каких-то, ну, не знаю, для меня таких ассоциативных набросков. Ну, какое-то настроение вы там уловите, конечно. Итак, свадьба номер один написана была в благословенном 1978 году. Нет, наверное, попозже. В 1978 были написаны шахматы и хоккей, да. А свадьба попозже была написана уже. Около веселых ребят. Вот. Ну, и там застойные времена. В большинстве своем все мы их помним. Ну, хотя и счастливые люди, которые их и не помнят в зале. И начинает светлый образ невесты. Это я просто так вот. Это не создание сценического образа. Это уже образ поощренный. Сэйди, свадьба, ты скорее черт кудрявый. Не мог ботинки вычистить до дна. Да эта дура упустила славу. Там хоть свыкров зараза, но одна. У этой две сестры не затоскуешь. Но на меня не очень поорешь. У нас в конторе, если не лютуешь, То долго на земле не проживешь. Жених соседский вовка налил мне стакан. А я хлопнул и на те невеста. И вот теперь моей свободы вместо. На шею в виде бабочки аркальта. Ну ничего, я тоже не цветок. Потяжелее ее кило на восемь. Чуть что нокаут и прощения просим. Открой глаза и пялься в поцалок гостей. А горько, горько, а всем нам горько. А поцалуй, диди, горячо. А поцалуй, дитанька, сколько. А мы за вас нальем еще. Работник ЗАГСа. Дорогие тыщи, прячущиеся. Постойте, как ты улыбающийся. Постойте, как ты любующийся. Своими отношениями заканивающимися. Подойте, пожалуйста, поближе расписывающиеся. Поднеси свидетель к уже нажравшемуся. Разписывай, где здесь, здесь, здесь. И унеси свидетель, совсем, к сожалению, обившуюся. Теща. И-и-и-и. А что это, не того, да, палуботинки ношины, Ну, макушкины я, вот, а волосы где рожные. Ситротик. С полбокинками молчим, а причем ступилась от того, Что рядом с ним ваш притулился. Гости. А горько, горько, а всем нам горько. А если горько, то давай. Раз, два, три, четыре. Спасибо, горько. А ну, за это наливай. Свидетель. Мы сколько их пацанами? А сколько где? А, Вовка, он не с нами. А сколько он? Вообще. Работник ЗАГСа. А теперь, как ты был в твердости и в твердости, От меня использовался в твердости шестой пробы, Чтоб выделили на все свои радости и горести, Чтоб любили друг друга Сава Гроба. А если сейчас, как и другие разумения, То у главы, все-таки, по-моему, знамена, Что пройдет пункт номер тридцать пять? И на кушать на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попался, Родимый тетя, скило, сухофруктов, Минтай и сардин, сикрой. Закуску все гости приносят с собой, А что не допили, уносим домой. А, Гварько, горько, А всем нам горько, А поцелуйтесь горячо, А поцелуйтесь, дай-ка, сколько, А мы за вас нальем еще. Дедушка-невеста из-под стола. Наверх вы, товарищи, все по местам. Свадьба-2 Свадьба-2 – это уже период перестройки, Борьба Со всеми, с нами борьба просто. Вот. И в состоянии этой борьбы проходит эта свадьба. Поэтому начинает самый стойкий персонаж, Которому же ничего не страшно в этой жизни – Это теща. Ну вот и слава богу, расписали, Садитесь гостей-гостюшки к столу, По батарее сядет баба Валя, А деда Петя сядет на полу, Здесь сядет молодое поколение. Петрович, таборетку двигай и стык. Давай, возьми клафиру на колени. Ну что, шоссе в пудов, а ты мужик? Невеста. Возьмите у соседей стулья в праспух, Снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Ваще в релаж, а лисяк разно. Что только боку можно сесть за стол. Женит. Завтра в ночную вернусь через сутки, Работы на двадцать четыре часа. Двеста со мной, дорогой, Не пройдут эти шутки. Еще слово скажешь, порву волоса. Теща. За стол не обессудь, перестройка, На три талона сделали борща. За водку и вчера зашибли кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чего, Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под глотки. Ой, я кум! Ты завтра-то не очень двигай, сволочь. Ребята, а убери, тебе нету сил. Теща. А ну и ладно, леши с ним, Вот картошка от блины. Перебьемся и тройным, Лишь бы не было войны. Ху! 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 Гости, конечно, мы все это осознали, Но виноват мать во всем. А хренлевые гостей на приглашали, Сидели бы, давилися борщом, Теща по инерции. А неких тут донативы с собою Надо приносить, А кому не в радость стол, То пошел, пошел, пошел. Ух! Ух! Гости. А ща будет свадьбу от метелем, А ща всю пасут перебьем. А ну-ка, не назад. Подарок телек, И трехпроцентный выхорошенный Заем, жених. Данать, подарить наш рошадь, А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, Наших бьют из-под глафиры. О! Ребята, отодвиньте этот трактор! Эй, кто не будет, Неси скорее там крат, а! 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 Ща, Коля, Отойдет, ребят, Фактор, И разберемся, Что тут виноват. Дальше идет страшная драка. Из-под кофты у тещи Выпадает сосуд зеленого стекла. Голос. Начисляет. Ну дела. Теща роди Родила. Ни ребенка, Ни зверушку, А бутылочку, Лицарушку, А жалко, если А там вода. Костя, а ну давай ее сюда. А где мне взять Такую тещу, Чтоб рожала в бутыли? И чтоб никто не догадался, Чтоб я, Что эти бутыли? М-м-м-м. Мои. И чтоб никто. Теща, ну ладно, Владым пора в постели, Неси тебе них зубы, Любить счет. Петрович, убери с дороги телек. Да хлепись от глажки, Старый черт. А в серном горько, жизнь холостярская, прощай. Спокойной ночи, Танька, сколько, а мы за вас ладнём борща. Деда Петя из-за батареи. Артиллеристы, Сталин дал приказ, Артиллеристы зовёт отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слёзы наш смык тереть. Орля-то, учится летать. Ча-ча-ча! Вот, ну свадьба номер три. Она подразумевает неспешное течение мыслей. Вернее, полное их отсутствие. Ну, представьте, вокруг накрытого стола прохаживаются в последнем ожидании гостей тёща с тестем. Причём герои те же самые. Что это? Дед. В гнезде. Это вот что? Салат. Ага, застрял в городе. Уже закусывал, гад. Ты у меня смотри. Кать, ну чё ты прям. Зенки свои протри. Ути. Ути. А то сейчас так... Что это? Где? В гнезде. А, так. Один акын Играет пилой на гвозде За тысячу и вот в кувше. Так тебя перетак. А баянис где? Кто ж нам теперь споёт? А баянис в гнезде С прошлых поминок бьёт. Так тебя перетак. Сам будешь гад петь. Да это поёт ништяк. Ну-ка, отец, ответь. А юрта восемь на цветном бархане А если было нашим махалей А что берблют по просьбе Жудиканин Самый симпатичный аулей Вот гости Ух ты, мать честная Вот курица мясная Гречию второе Взрыв заливное Колбаса отличная Да вот шкаста личная А вот в капусты киттикет Буженина Как так нет? Как Петрович заглотил? Ну ты чудил и щудил Ну в общем за отца, за мать Петровичу не наливать Тамада Господа Страшная пауза По два кусочка барышка У меня висел на шампуре А я наливал кум из рюмашка О кунду судил кундуре Тамада, господа Лидка пока заткните И слегка послушайте сюда Нынче нас собрало Извините Торжество А вовсе не еда А вот сидят Татьям с Николаем Перед ними светлые пути И за них по первой выпиваем 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 А не выжираем Не, назад не надо Проглоти А горько горько А всем нам горько И как ведется на Руси Пускай целует Тайку, Колька А нам горячее неси Теща А что ж вы, дорогие гости Так в еду врубаетесь А вот затрян в горле кости Вот тогда намаетесь Тамада Третий раз гуляемся надебу Дай сколько, молодцы А тебе пора ожидать бы Чтоб не хавал голубцы О, вот и ладно Вот и славно Мне не в рюмку Мне в стакан Господа, теперь о главном Чтоб вместе На века Чтоб любовь была как камень Чтоб с открытой душой А что ж ты гречу жрешь руками Ой, вот славно, хорошо А хорошо Жить на востоке А на восток Америки Странно, родной, широкий Взду-зду-зду-зду в парабельке Входит свадебный генерал Ехал я из Берлина Прямиком на Кавказ Да сломался шина И закончился шнапс Мы свое откосили В нашей службе кают Выпьем из России Заради мы дурю всех Эй, давай бутылки открывай А воину, портвейну Штрафную наливай Жених А я, как десант-урак Голосаю по лицу рук И кой стрещит от нашего масла Невеста Да ты уж, блин, с десанту Как прыгать, так с серванту Когда нажрался пятого числа Теща, секрой А чтобы жить, душа-то в душ Треться жену, муж, жену-ка, груш Теща, чтобы видеть Поднятят, прятный муж Скалки в глаз Командар На машине Все нормально Не жмите Прошу, установите тишину Эй, кто-нибудь Поближе поднесите Трою родного дядю и жену Дядя Мы это Заходили К сестинюре Она не может Стало быть Того Но передать спросила Пошел в натуре И мы вам это Дарим Вот что Вот баночка варенья С чернослива И шлем мотоциклетный На ремне И двадцать пять бутылок Из-под пива Сдадите, когда вырастут Сыне Командар Вот это да Я где-то прослезился Подарки эти Надо сохранить Ну, кто еще из тех Что не напился А то уж как-то Хочется налить Дама средних лет И я ваша Тетя Элла Из Стамбова Как трогательно Чудно Озарно Как двадцать лет назад И вот я снова Простите Просто стукнуло в ног Чтобы ваше счастье Было постоянно И крепло год от года Все сильней И я вам дарю вот эту И кебану А в рюкзаке прекрасный сад ко мне. И где-то из полузакрытой двери К далеким и печальным эхам доносится. Таника Кольку полюбила, да сразу морду ей набил. Чем сильнее гребтя люболюн, тем сильнее мордовую. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я ожидал. АПЛОДИСМЕНТЫ Это ваша песня нам с братишкой Каюк? АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, Сестренка живет спокойно, это не моя песня. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Вадима Егорова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Очень нравится ваша песня «Под устав от одиночества» и «Евщик лесни покруче». Ну тоже хорошо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На горе, на горочке Стоит колокол улеметка А с нее по полюшку Лупит пулемет И лежит на полюшке Сапогами к солнышку С растакой-то матерью Наш геройский злот Мы землицу лапаем С куренными пальцами Пули, как воробушки Плещутся в пыли Дмитрия Горохова Да сержанта Мухова Эти вот воробушки Взяли да нашли Тут старшой Крупенников Говорит мне тоненько Чтобы я принял смертушку За честной народ Чтобы на колоколе Наке захлебнулся кровушкой Растакой, раз эдакей Этот супер год Как свои винточки Крепко штык прилаживал За сапог засовывал Старенький наган Славу третьей степени Да медаль отважную С левых вал сторонушки Глубоко в карман Мне сухарик подали Мне чинарик бросил Мне старшой Крупенников Фляжку опростал Я ее испробовал Вспомнил маму родную Да по полюрованному Быстро побежал А на колоколе, на ке Супер год занервничал Стал меня выцеливать Чтоб наверняка Да видать, цариночка Моя песчиночка Глаз попало лютому Дернулась руками Я от винтовки вырву Да упал за камушек Чтоб подумал враженно Будто зацепил Но, видать, был стрелянный Сразу не поверил мне И по камню камушку Мимо засадил Да ведь мне судьба была Пуле мне оттробовать Сам старшой Крупенников Встал как на парад Сразу с колоколенки Весело чирикая В грудь слетели пташечки Бросили назад Горочки Пригорочки Башни Комнатью Что кому назначено Чей теперь черёб Рана не зажитая Память неубитая Солнышко Солнышко Да полюшко Да геройский взвод Рана не зажитая Память неубитая Солнышко Да полюшко Да геройский взвод Солнышко Солнышко Легкая девушка Орущепищащая Вижащая Надо упеть Свадьбам Про двух тараканов Сюжет из «Веселых ребят», это восторженный корреспондент, там, к иностранцам подбегает. «Как вам нравится у нас в России?» «О, yes, okay, beautiful, very good!» «Как в России у нас?» «Ок, yes, хорошо, хорошо!» И третий такой человек такой-то подходит. «А вам как у нас в России?» «Что-то как-то не очень, нет, не очень, что-то как-то». И так, а-а-а, на своего попал. «Как бы звучала песня, посвященная вашей свадьбе?» Ну, это, так сказать, драка. От первого до позднего бокала. Ну, а потом какая-то колыбельная такая, кровавая колыбельница. Шутка. Подумали, да? Ненавижу, но спойте, пожалуйста, «Заплыв». Нет. Но самая гениальная подпись, подпись. «Хоккеисты города со злостью». Не могу не откликнуться на эту призывку. Ну, песня была написана еще в те времена, когда с нашего берега можно было только увидеть Турцию, но не побывать в ней. Однажды я и кореш мой, Серега, взял в трусу родной земли, но голосу рассудочному внемля «О, выспал назад, родную землю». А ветер был, оборзивши совсем. Секунду метров восемь, а может, и синий. Плывем я кролем, а Серега брасом. Нас направили стволы, А ветер сволочь ждул и шок лишь шесть. Серега сразу вспомнил это чужим стволом. «Ник с верстей, вон». Но мы от них ушли по дну с песнями, Да разве ж им сравнится годом с нами? Но тут возник сугубо личный спор. «Шо это, дарданилы или босфор?» Серега встал, стяною за босфор. Но тут пролился дождь Турецкий хор. На берег вышли по городу на страны. И день, как у них так видно, нынче банный, Все носят полотенц на башке. «Стамбул!» прочел Серега на флажке. «Ну что ж, Стамбул, почти что Стамбул!» Я был в нем, и Сереге он не нов. «Идем, глядим, не город, а восторг!» А на трусах иной Казань шли в торг. Вдруг пилить к нам мадаму по ранже. А нам не лов, и вроде бы не гляжет. Серега сразу меткен, вроде шон. Но тут ее папа что зашел, Он нам кричал обидные слова. Но это вы не поняли сперва. Когда до нас дошло, что смысл в шурок, Серега стал ему промеж рогов. Вокруг толпа изволил расти. А я стоял, считал до девяти. При счете три мужик едва вздохнул. При счете восемь ноги протянул. При счете девять их пришел мельтон. И мы с Серегой ломанулись и вон. Мы плыли, ветер был у нас в трусах. За нами катер гнался два часа. Но нас они не взяли на испуг. Здоров, телевизор, здоровый дух. Мы дома так приятно, черт возьми, Чтобы успели с серым до восьми. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Писательский город какой-то. Откуда вы берете сюжеты к свадьбам-операм? Все из жизни. Все из личной. Будет ли продолжение? Нет. Нет, нет, нет. Вы знаете, вот... Сейчас задумываю сюжет оперы «Развод». Развод и последующая смерть. Всех героев, гостей, там, сакуски, водки и всего. Потому что, значит... Пожалуйста, экскурсию в литературный музей-заповедник. У-у-у. Нет, спасибо, не вспомню сейчас. Этого в рейтинге не было, да. Воротилась, походу, наша рейтинг тоже. Вот, уставим младенца в огонь истинном. Говорит, хватит, хватит, хватит. Нет, пусть скажет, пусть скажет. Однажды бисептола-бисептриса. Судный день беру на себя. Хорошо. Ну, до судного дня еще далеко. Поэтому бисептола отложим на седрю все раз. О, спасибо за теплые слова. Спойте про хоккей. Болельщики города. Хоккеисты быстренько ушли тренировать спортивную злость, да. Пришли болельщики на их место, да. Нет. Да в такую жару петь о хоккее, это... О чувства. Олег Григорьевич Митяев спел вам про футбол. А я спою заряженную песню. Это уже проверено. Песня заряжена. Никуда не денетесь. Выйдите отсюда. Через 32 минуты. Можете засечь. Через 32 минуты вы запоете эту песню. Будете петь ровно два дня. За это время у вас не будет болеть. Голова, руки, ноги, мочеиспускательные каналы бьют. Чисты, как никогда. Камни в почках с грохотом выйдут. Установку получено. Все нормально. По волне непосоленой по речной Пароходик оплывающий с ветчиной Пароходик оплывающий с ветчиной. Пароходик оплывающий с ветчиной. Она, зелёное небо, красное облако, А больше краски не было у чудака. На листе, не на клюновом, но пустом, Кто-то видит то, что сбудется потом, Кто-то видит, что прошло, да не забылось. С кем-то вместе, с кем-то рядом, с кем-то брось. Зелёное небо, красное облако, А больше краски не было у чудака. Спасибо вам большое. Ну, вы знаете, сегодня вот был один из, ну скажу немногих, безусловно, Один из немногих вечеров, когда хотелось петь и пелось с удовольствием. Спасибо. Удачи вам. Самая короткая песня. Аплодисменты Народ вокруг озывчивый и завешливый. Ну, вот случись хоть что-нибудь, Да хоть ты лохни, хоть ты тресни, хоть залейте, Только мне никто не подойдёт. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Ахахах. Ахахах. Какая вокруг сипуха. Однажды французский дурила. Решил нашу дабу обнять. Но рук у него не хватило. И сразу сломалась кровать. В больнице вися на резинах. В истерике бился чудак. Кричал, что пусты магазины. А с голоду пухнуть не так. Ахахах. Ахахах. Такая вокруг сипуха. Однажды швейцарец со шведом. Приехали в Нижний Тагил. И город рабочий к обеду. Приезжих уже хранил. Швейцарец со шведом дышали. Всего восемнадцать минут. Вообще-то у нас на Урале Железные люди живут. Ахахах. Ахахах. Такая вокруг сипуха. Однажды сама коза Ностера Приехала издалека. Ахахах. Здесь ноздри настукали в ноздри. А козья ошибли рака. Ахахах. Ахахах. Я живу забыл. Такая вокруг сипуха. Ну и персонально издушная. Однажды гулял по Ростову Олен Зыки телон. И, что-то унюхав, в столовой Он вытащил одеколон. Секунду флакончик шанели Был выхлебан вместе с борщом И долго в столовой балдели И долго просили еще Ха-ха, ха-ха Плесни и промой потроха Однажды певичка Мадонна Решила у нас концертнуть Но свистнули все микрофоны И сперли Мадоннину в ручь И всех обложив матюгами Мадонна пустилась в запой И била себя кулаками Туда, где был номер шестой Ха-ха, ха-ха Такая вокруг чештука Однажды в районе вокзала К Джеймс Бонду наш кореш подсел Сказал, 0,07 это мало И вытащил три по 0,7 Откушивший долг слоновью Агент позабыл все дела Ушел из России с любовью А также в чем мать родила Ха-ха, ха-ха Такая вокруг чештука Вообще-то подобные шутки О странностях нынешних дней Я мог бы рассказывать сутки Но надо быть в жизни скромней Спасибо, друзья, за внимание От радости прям дрожу До свидания До свидания Ну все, ухожу, ухожу Ха-ха 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok